Началось Нулевой день начался с того, что мы сделали правильный поступок Не пошли на презентацию компании LG Потому что там показали абсолютно ничего Под названием LG V30S Ну то есть это такой же V30 Только просто с искусственным интеллектом Как бы с камерой, которая распознает предметы И что-то там еще Ну собственно было не очень интересно Поэтому хорошо, что не потратили время Сейчас расписание такое Движем Huawei А после этого на Galaxy S9 презентацию Которая начнется тогда, когда уже будет, наверное, темнеть Обычно в этом помещении всегда проводила анпэки Samsung Я был уверен, что в этот раз Samsung будет здесь анпэк Но они поменялись компанией Huawei почему-то И Huawei отгробастали себе самый мощный, самый огромный павильон для презентации Непонятно чего Ну то есть понятно, что какие-то планшеты будут Далее такую вот штучку, чтобы зайти вовнутрь Я честно не знаю, что будет показывать Huawei сегодня Но по размаху очень что-то большое Если это будут планшеты, то я очень буду сильно удивлен Наверное, чем-то еще удивят Но сейчас мы будем слушать, а дальше щупать Значит, тема такая Мы сидим на презентации А вот там, вот Ширмочка И за ней специальная демо-зона И когда все закончится, нужно быстро ломануться туда Занять очередь, чтобы первым выхватить сэмпл и снять видос Если этого не сделать, то придется долгое время ждать Полудется локтями ждать своей очереди Покажу вам, как это происходит Ну что, побежали делать видосики Мы в числе первых Это второго Ну что, мы снимаем сейчас про Huawei Mate Book X Pro Новый комп на винде от Huawei Довольно примечательная машинка Жаль, что не было смартфонов Были только планшеты и компьютеры И не дешевые компьютеры Но оно того стоит поехать хотя бы посмотреть на это Ведь компьютеры тоже до сих пор еще в тренде И нужно людям пользоваться А если говорить про сектор ультрабуков, то их не так уж и много Закончилась презентация Huawei Мы сейчас попытаемся очень-очень быстро прорваться на презентацию Nokia Хотя там уже люди заходят на нее, насколько я понял, по публикациям в Твиттере Ну, Huawei такое Ноутбук, планшеты Ноутбуки прикольные Планшеты, учитывая то, что она не на Android Но это в принципе так себе Потому что, мне кажется, планшет на Android покупать Это такое гиблое дело Но по форм-фактору они интересные Вот ноутбуки классные И, конечно же, Huawei просто красавцы А то, что двигают 5G Это как бы просто... просто респект Мы, короче, сели в такси, назвали адрес, где будет проходить Nokia Но не уверены, что он в такси вспомнил Потому что он только на испанском шпрехе Это все Едем куда-то, не знаем куда Мы приехали на Nokia Мы опоздали на презентацию Но опоздали, потому что Как бы задержались на Huawei А Nokia делает свою пресс-консеренцию В каком-то маленьком... В какой-то церквушке маленькой То есть зал уже забит Нас не пустили, но Нам сказали подойти через 2 часа Когда закончится презентация И начнется хендзона То есть отдельная такая территория Где можно будет пощупать гаджеты И сделать видосы И поэтому мы получили уже пригласительное Это что-то покушаем И через 2 часа попадем на хендзон И подснимем сегодня все-таки Nokia Так что мы успеем за один день и Huawei И Nokia, и Galaxy S9 И вот это прям плодотворно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что здесь вообще происходит? Я не понимаю Ага, понимаю Просто жесть Нереальное количество людей Наверное подождать нужно, когда все рассосется И спокойненько снять Уже просто, блин Какие-то очень странные смартфоны Они, короче, рассматривают Я вообще не понимаю этого Еда Не хочу еду Ищу знакомые лица Может расскажут что-то интересное Я вообще не хочу Чувак Тут настолько непродуманно Так мало места, да? Жесть Так, так, ага Вон они, вон они Вот сюда Все кричат Нокио отбили С большим-большим трудом Это было на самом деле Вообще непросто Ходим еще к знакомых И не только У-у-у Вроде да У меня что-то голос можно заметить Вообще из-за петюни Дай петюни Дай петюни А у меня знакомые Меня узнают Нокио зажгла 8810 Банан Просто нереально Смешной телефон Нокио 8 Сирока Ну такой довольно Симпатичный смартфон Но больше всего Всем понравился Нокио 7 Плюс Довольно сбалансированный Смартфон 400 евро стоит Там все порядка По батарейке И по всем Впрочем делам Нокио 6 Так себе середнячок Мы сейчас Движем в сторону Самсунга Но там где-то сядем И будем уже монтировать Первые видео В принципе Очень плодотворно Сегодня мы так В первый нулевой день Прям нормально Отбили Здесь какие-то ребята Прыгают на разных На этих На скейтбордах Сейчас будем монтировать Прям на ходу У меня забрали камеру Видите Как полная автоматизация В Барселоне Происходит Главное Мы уже запыхались Бегать по всему городу Но вот Вход на На Самсунг Но где-то он странно Как-то начинается И странно Где-то он заканчивается Сейчас нужно понять Как вообще сюда заходить Здорово 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 прям это целое шоу понимаете устроили наверно то нужно заходили на вон вход мы вовремя ну что ребят вот этот замечательный смартфон с 9 плюс тактильно это тот же galaxy s8 плюс вообще ничем не отличается на фаршировали камеру сделали bigsby немножечко умнее а в остальном но надо реально тестировать камеру и время автономной работы как бы завтра постараюсь вам передать все свои ощущения этого смартфона он даже какой-то защитной пленки у меня здесь мне его передали ну как бы прикольным ребят этот день можно сказать завершился нулевой мы были на nokia мы были на huawei мы закончили на galaxy s9 какой-то видеоблог получился завтра я запишу первые впечатления смартфоне уже в спокойной обстановке и запишу еще один видеоблог уже с первого дня выставки в барселоне спасибо что смотрите эти видео подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал и все будет с вами хорошо пока и по 100 поехали домой